добрый вечер начинаем 34 урок по книге шмот завершающий урок недельного раздела торы бешалах в прошлом уроке мы говорили об испытании очень непростом испытании которое выпало на долю еврейского народа совсем недавно вышедшего из египта в рифидим там где не оказалось воды ему же пришлось извлекать воду из скалы совсем непростым способом и вслед за этим удар который наносит народ под названием амалек и пришел амалек и воевал с израилем в рифидим без всякой как сегодня сказали бы всякой провокации со стороны еврейского народа вдруг неожиданно ни с того ни всего амалекитяне нападают на еврейский народ и сказал муж ей ушел выбери нам мужей и выйди сразись с амалеком завтра я стану на вершине холма с посохом божьим в руке и ушел а сделал так как ему было поверено о войне с амалеком мужей аарон и хур зашли на вершину холма и было когда мужей поднимал руку одолевал израиль а когда опускал руку одолевал амалек и руки мужей отяжелели и тогда они взяли камень и подложили под мужей и он сел на него аарон и хур поддерживали его руки один с одной стороны а другой с другой стороны до захода солнца были руки его вера и ослабил и ушел амалека его народ острием меча и бог сказал мужей запиши это на память в книгу и внуши и ушел а что я бесследно сотру память об амалеке из под небес и построил мужей жертвенник и назвал его господ чудо мое и сказал вот рука на престоле бога что война у бога против амалека из поколения в поколение вот этот отрывок о войне с амалеком и о ее последствиях сам смысл появление от этого отрывка и сама причина возникновения этого конфликта ты войны на может быть объяснена по-разному но пожалуй одно из наиболее интересных объяснений это только то которое дает здесь равирж сразу вслед за испытанием с водой пришел амалек есть объяснение которое мы видели объяснение раши мы обсуждали на прошлом уроке а теперь даем другое объяснение по сути дела вот это испытание с водой когда находясь в пустыне сначала ощутили что воды нет и тех условиях в которых находится в пустыне просто существовать на самом деле невозможно такому большому количеству людей а в пустыне воды то совсем практически нет и вот тогда на глазах у всего народа мужчина был воды из скалы ими словами слова как пишет равирж чудеса которые израиль назначены судьбой стать народом бога наблюдал до сего момента в пустыне превращение еще до того превращение горьких вод в моры в пресны перепела ман шаббат вода иссеченные скалы все это показало народу каково его будущее место в мире природы то есть еврейский народ не часть мира природы а ему суждено его миссии стать над миром природы и ограничения законов природы над ним будут не властны это ему вот таким нелегким способом испытаний испытаний жаждой голода пришлось выучить и воспринять но на этим все не закончилось помимо того что мы живем в мире природы мы должны построить каким-то образом свои отношения с природой помимо этого мы еще живем в мире людей и поэтому нам нужно выстроить свои отношения с людьми то есть еврейскому народу со всеми остальными народами мира каково будет положение еврейского народа в отношении не дружной семьи остальных народов вот это вот следующий пункт обучения вояво амалек пришел амалек в древние времена продолжает равнир нечто подобное уже случилось один раз когда ангелы исава сразу напомню все необходимые вещи амалек потомок исава продолжающий его линии более того это авангардная сила всего того что называется исав и дом столкновение с исавом уже было было серьезное когда яков возвращается из дома лавана своего тестя домой возвращается для того чтобы начать строить свою жизнь и превращать свою семью этот переход который происходит именно у якова до сих пор была семья авраама семья исхака семья якова которая должна перерасти уже в народ отдельно образовавшийся сформировавшийся народ закончится этот процесс только в египте но начинается он в тот момент когда яков порывает с домом лавана до сих пор он был частью дома лавана частью дома своего тестя тесть его сцена которая произошла между ними последняя сцена когда они увиделись когда тесть ему сказал что что вообще все что здесь есть жены это мои мои дочери и внуки это дети твои это тоже мое это мои внуки и овцы здесь мои и все что здесь ты видишь мое а ты вообще кто такой что здесь мое вот от этого нужно было оторваться яков оторвался расстался со своим тестем порвал с ним и вот сейчас он начинает сформировавшись как отдельная семья клан переходить от стадии семьи на стадию клана и в дальнейшем стадию отдельного народа который понесет имя бога и как только он подходит вот к это к этому моменту самореализации как клана становления народа тут же в этот же самый момент его атакует исав ангел исава в древние времена ангел исава напал на якова предка сынов израиля в ту самую ночь когда тот находился в пути и на пути к личной независимости а личная независимость семья которая оторвалась от клана лавана и формируется сейчас как независимая единица это событие заставило якова ощутить предчувствие той борьбы которую потомки исава навяжут его сыновьям за века тьмы в истории нации а затем и окончательной победы которая возвестит миру всемогущую власть бога то есть вот это вот самое столкновение борьба с ангелами исава это был прообраз вот симан лыбаним прообраз всей будущей борьбы антиеврейского мира против еврейского народа и борьбы которая не завершится успехом этой антиеврейской коалиции борьбы в которой сильно неожиданно пусть хромающий на одну ногу яков но все-таки победит когда взойдет заря пока тьма пока пока во тьме борьба продолжается но когда взойдет заря он победит это первый акт вот этой самой драмы а второй сейчас подобным же образом нация которая произошла от внука исава вот сейчас когда уже вышли из египта закончился процесс формирования народа с исходом из египта и как только то же самое как на на момент формирования клана ангела исава атакуют якова точно также здесь его уже внук амалек атакуют народ амалекитяне атакуют еврейский народ вышедший из египта таким образом подобным же образом нация которая произошла от внука исава амалека должна стать первой и единственной нацией который без малейшей провокации со стороны израиля нападет на него в тот момент когда он ступит на путь к национальной независимости некоторые говорят первый и не только первый но и последний тоже об этом чуть может быть сразу сейчас перейдем к этому это то что пишет здесь рамбан рамбан задает вопрос какова реакция мужей на нападение амалекитяна обращается к своему ученику приемнику ешуа говорит ему сказал мужей ешуа выбери нам мужей выйди сразить с амалека а почему мужей сам не возглавил народ и не повел его на бой легитимный вопрос пишет рамбан мужей поверил ешуа сразиться с амалекитянами потому что он сам молился с вознесенными руками на вершине холма ну и что почему он молился а ешуа идет в бой мужей поднялся туда чтобы видеть сражающихся евреев как иметь всю панораму боя перед глазами и наблюдать за ними для их же пользы чтобы они тоже видели как он молит молится с воздетыми к небесам руками и надеялись на него и это добавляло бы им мужество и силы то есть мало было здесь повести еврейский народ в бой мало было здесь выполнять функции военачальника здесь должна была быть дополнительное приложение дополнительных сил уже духовных стараний должна была быть здесь молитва и не просто молитва а еще такая молитва которую люди бы видели что мужей молится чтобы придавать им дополнительные силы это значит что на силу своих воинов мужей не надеялся почему продолжает рамбан мужей поступил именно таким образом потому что потому как амалекитяне были сильным и могучим народом сам простой самый первый ответ если есть сомнения в силе своих воинов очевидно вторая сторона внушает страх ибо они сильные воин а евреи еще не умели воевать вчерашние рабы войне не обучены и незакаленные в боях в отличие от воинов амалекитя никогда не видели битвы человек который первый раз оказывается в бою даже сильный храбрый человек у него этот эффект самого первого боя он ужасен поэтому и мы видим что ведь всевышний об этом еще раньше сказал когда тора объясняет на самом начале недельного раздела бешалах почему всевышний повел еврейский народ окольным путем через южный синаи а не провел его реже средиземного моря самый короткий путь вырос израиль ответ потому что там на пути его бы встретили палестинцы филистимляне называют синодальном переводе и тогда как сказано не передумал бы народ при виде войны и не вернулся бы в египет вот какое было опасение то есть действительно еврейский народ не привыкший к войне не обученный воевать и не способны на это действительно представлял для амалекитян слабого противника это одно объяснение второе объяснение дает рамбан тоже возможно а возможным уж я боялся что народ амалека сможет одержать победу своим мечом поскольку он унаследовал благословение который цхак дал исаву и мечом твоим будешь жить то есть если первое объяснение объяснение на простом естественно материальном уровне с одной стороны закаленные в боях воины а с другой стороны вчерашние рабы которые только-только что вышли из египта и не привыкли к военным действиям к боям естественно что здесь и опасения поэтому должна быть нужно дополнительные усилия чтобы внушать им уверенность в победе внушать в нем внушать им мужество стойкость для этого мужа хотел делать так чтобы все видели что он обращается к богу и это давало бы им дополнительную силу второе объяснение что опасение было с другой стороны со стороны уже духовных факторов а именно браха которую получил праатец амалекитян и сав от деда и цхака ве аль хар бихра цихье то есть мечом своим будешь жить стало быть военная победа это для них вещь присущие и вот этого мужа и боялся и война с этим народом была первой и продолжает рамбан и будет последней войной сынов израиля ведь амалек он же из рода исава он первым из народов напал как сказано рейшит гуим амалек первый из народов амалек вы понимаете первый совсем не первый ведь это первый который напал при выходе из египта и его потомки потомки того же самого исава не амалекитяне потомки другие римляне разрушили второй храм и увели нас в это последнее изгнание галут в котором мы находимся и по сей день называется галут и дом связаны с исавом галут у изгнания у потомков исава как указали наши наставники то мы и сегодня находимся в изгнании среди потомков и дома то есть исава и когда он будет повержен исав и будут побеждены многочисленные племена которые поддерживают его вот тогда то мы освободимся навсегда как сказано и взойдут избавители на гору сион чтобы судить гору исава и будет у бога царство стало быть самое последнее самый последний акт этой человеческой драмы это опять же столкновение с амалеком опять столкновение с исавом и все что муше и ушуа совершили с амалекитянами во время этой первой войны совершат пророк или яу и маше бен юсеф маше из рода юсефа с их потомками и поэтому уже предложил столько усилий чтобы победить и здесь еще одно дополнительное объяснение стоит более подробно его разъяснить рамбан как известно построил свой комментарий к книге берешит в основном руководствует принципом маасей а вот симан лыбани что означает деяние отцов знак их потомка знак не просто передача информации означает это следующее когда всевышний планирует историю планируются определенные события определенные процессы в истории то как и любой другой план он может изменяться человек тоже что-то планирует сначала он планировал на завтра что он поедет на рынок потом завтра он займется другими более неотложными может быть делами а потом оказалось вообще планы меняются но в какой-то момент план становится уже неизменным как бы утвержденным подобно тому как делается план скажем какого строительства строение здания а потом он уже утверждается проходит комиссию которая его понимает утверждает все теперь его нужно строить именно таким образом в истории происходит нечто подобное момент утверждения плана истории это когда кто-нибудь из прадцев прадцев выполняет нечто подобное тому что случится только в миниатюре то есть происходит миниатюрная реализация намеченного в истории события и с того момента как кто-то из прадцев кто-то из прадцев реализовал этот план миниатюрно то уже этот план становится неизменным вот так это и произойдет понятно что во многом его реализация зависит от того как действует тот или иной из прадцев с которым происходит вот подобные вот действия война самолеком которые происходят здесь это прообраз это тот самый массы вот симан лыбани это вот того самая реализация в миниатюре того что случится в конце дней бахарит аямин ибо последняя стычка будет безусловно с и сам и то каким образом проходит война сейчас в песках в пустынях в пустынях синайского полуострова то определяет каким образом будет проходить война последняя самолеком война последняя потомками и сам последнее столкновение с ним поэтому муше приложил столько усилий чтобы победить недостаточно ему было просто послать воинов а он еще восходит на вершину холма и он весь день стоит в молитве для того чтобы быть уверенным что эта война закончится наилучшим образом и именно так и все то что муше и ушо совершили с амаликитянами во время этой первой войны совершат пророк элияум и машер бен юсеф то есть речь идет здесь известно различают между машер бен давид и машер бен юсеф царь который должен стать во главе еврейского народа когда уже вся история как таковая ее данный период завершится то есть идеальное образование образование идеального человеческого общества под главенством потомка царя его и называют машер бен давид но до этого придется расчищать место для и пространство для подобного вот идеального общества и вот это вот функция того кого называют машер бен юсеф машер бен юсеф которому придется бороться и придется драться придется вести вот ту самую борьбу с народами которые не согласятся и не захотят увидеть того завершения истории которая предначертано пророками это его функция стало быть все что совершал все что совершат все что совершил муше и ушо с амаликитянами это и совершат пророк ильяум и машер из рода юсефа с их потомками не исключено что и то что написал равирш оно тоже может быть рассмотрено в плане маосея вот семейный бани равирш указал здесь обратил наше внимание на то когда происходят вот эти вот стычки с амаликитянами именно тогда когда еврейский народ приходит к одной из стадий реализации своей своей свободы и независимости своего обретения своей самостоятельности сначала яаков который возвращается в эссраиль для того чтобы построить свою жизнь там в святой земле и когда его семья начинает превращаться уже в клан тут же у него стычка с исавом сначала сначала ночная стычка с ангелами а затем встреча уже и с конкретным и савом из плоти и крови второй раз когда еврейский народ уже образуется образуется сейчас как народ выходит из египта и идет на встречу своим будущим идет в эрцисраиль снова по направлению к эрцисраиль только в другом совершенно направлении с юга на север и на пути его встает амалик дальше раввиршний пишет но мы же знаем что в третий раз была стычка с амаликом когда это произошло это произошло во время вавилонского изгнания когда вавилония пала и когда власть перешла к персам и медийцам и вот тогда персидский царь Кир позволил евреям вернуться плененным евреям позволил вернуться в эрцисраиль для того чтобы заново отстроить руины для того чтобы заново построить свою самостоятельную национальную жизнь по пути на этом самом пути обретения вновь утерянной самостоятельности снова встает амалик это всесильный временщик министр царя Ахашвироша Аман который был Аман Агаги то есть происходил из рода амаликитянского царя Агага снова амалик атакует его в этот самый момент ну и отсюда некоторые проводя параллель говорят дальше что если если рассматривать и наше время как время тоже как попытку приобретения своей национальной самостоятельности попытку возвращения снова в эрцисраиль в святую землю то и здесь на пути у нас тоже становится амалик но все это исторические параллели они понятно что не больше чем гипотезы поэтому не будем на них останавливаться пойдем дальше по тексту когда мужей обращается к нюошуа он говорит ему выбери нам и сказал мужей выбери нам мужей и выйди сразить самалека значит выбери нам Раши объясняет он не сказал ему выбери себе пойди себе набери себе те кто умеет драться идите разберитесь там с амаликитянами выбери нам то есть мне и тебе тем самым уравняв себя и его юшуа ученик мужей ближайший ученик но ученик мужей учитель отсюда сказанное то что мы учим в перке а вот да будет честь твоего ученика дорога тебе как твоя собственная хотя вроде бы есть совершенно другая ступенька но учитель должен заботиться о чести своего ученика так же как он заботился бы о своей собственной чести и это мы учим как раз из того что мужей сравнил себя здесь с юшуа и сказал выбери нам а страх за честь своего товарища как трепет перед своим учителем хотя два товарища они на одной ступеньке снова здесь есть прыжок то есть ты должен заботиться и думать о чести своего товарища так же на таком же уровне как должен быть трепет перед своим учитель откуда мы это знаем а это уже откуда мы вывели а это сказано вот дальше Арон сказал Муше прошу господин мой Арон и Муше они братья Арон кстати старший брат и вместе с этим он обращается несмотря на это он обращается к Муше господин мой ставя его над собой проявляя к нему максимум уважения а ведь он был старшим из братьев но относился он к Муше как учитель ну откуда мы учим еще третья последняя ступень которые сказаны там в Перке а вот что трепет перед учителем должен быть подобен страху перед небесами из того что сказано то что сказал уже Иошуа Муше когда Эльдад и Мейдад пророчествовали в Стане и говорили о том что они получили пророчество в соответствии с которым Муше умрет и Иошуа будет тем кто введет народ Израиля в страну Верас Исраэль так Муше так Иошуа подошел к Муше и сказал Адуни Муше Калем господин мой Муше задержи их отсюда слово Келе тюрьма то есть это может либо Калем имеется ввиду задержать их надо арестовать их надо либо даже Калем попросту изничтожить поскольку они а что уж такого что в их словах есть неуважение по отношению к Муше ну и что Муше не больше чем вождь еврейского народа царь может быть вместе с тем если здесь уже есть требование такое уничтожить стало быть уничтожен из этого мира этим как бы сказано что те кто восстает против тебя они обречены на смерть подобно тому как те кто воюют против Всевышнего это то что мы выучили в Перкеа вот Раши провел здесь все эти три ступеньки которые сказаны в Перкеа вот ну а то что относится конкретно к этому к тексту здесь это только самая первая ступенька т.е. чтобы учитель заботился о чести тех кто ниже его как о своей собственной чести ставил их с собой на одну ступеньку это значит если так на практике понять это указание означает следующее что если начальник хочет покритиковать своего подчиненного и сказать ему что он плохо работает и из-за этого всякие всякая ерунда получается то значит что вызов его он должен сказать что мы с тобой допустили ошибку вот это вот правильный абсолютно подход и правильная формулировка исходя из того что сказано в Перкеа вот опираясь на этот стих мы с тобой здесь глупость сделали мы с тобой здесь допустили ошибку мы не досмотрели мы не доглядели продолжим дальше сказано и было как шло сражение когда Муше поднимал руку одолевал Израиль когда опускал руку одолевал Амалика известная очень Мишна в трактате Росшишана которая говорит что никакого здесь волшебства колдовства магии или чего-нибудь подобного не было руки Муше не в состоянии принести победу не в поднятом виде не в состоянии принести поражение в опущенном виде то что происходило здесь пока Муше поднимал руки к небесам народ видел эти руки которые он воздевал к небесам и сам полагался отдавался полностью на на помощь Всевышнего и надеялся полностью на него и тогда у них появлялась сила и тогда они одолевали а как только руки опускались это означало что прежде всего и надежда людей на Бога ослабевала ну а как только она ослабевала так тут же начинала Малек одолевать поскольку с точки зрения военной они конечно были более обученными и закаленными воинами и ослабил еще дольше ослабил а дальше сказано вот руки может и оттяжелели если нужно было для того чтобы обратить внимание евреев на небеса нужно было держать руки кверху то не получается оттяжелели почему оттяжелели если это было так важно то почему Всевышний не дал Муше достаточно сил и почему не помог ему держать руки кверху Раши пишет не случайно поскольку Муше не проявил должное рвение в исполнении заповеди воевать с Малеком и послал вместо себя в бой другого человека и в руки оттяжелели хотя мы видели объяснение все объяснения почему Муше решил повести себя именно таким образом Рамбан объяснил нам почему он счел необходимым именно вместо того чтобы вести евреев в бой оставаться на холме это было необходимо для того чтобы дать им дать им силу и надежду чтобы они видели как он своей молитвой обращается к Богу но вместе с тем вместе с тем это все его мысли и оправдание его действий но говорит Раши мы здесь видим что есть критика его в адрес иначе бы руки его не отяжелели если бы его расчет был абсолютно правильным то Всевышний бы его поддержал и руки у него были бы достаточно сильные и тогда тогда они подложили камень под Муше они не поставили ему здесь ни стул подушку не даже барабан как Наполеону Бонапарту ставили во время сражения чтобы он сидел на барабане а просто на камень самым-самым неудобным образом почему почему не позаботиться о том чтобы вождь еврейского народа был в более комфортабельных условиях это уже Муше и не хотел поскольку по принципу ему анухи бы царатуши так же как Всевышний говорит что в тот момент когда человек находится в беде я как бы вместе с ним в этой беде точно так же и Муше не хотел чтобы в тот момент когда евреи дерутся в тот момент когда они находятся в бою в очень тяжелых условиях он не хотел для себя никакого комфорта и известно что это сегодняшний день наука занимающаяся вопросами лидерства руководства она всегда подчеркивает что в тот момент когда лидер это человек за которым люди готовы идти для того должно быть несколько условий не всякий может быть стать лидером большинство людей не могут стать лидером а некоторые люди могут одно из качеств лидера это то что он готов переносить все те лишения которые переносят его подчиненные без этого у подчиненных достаточного доверия к нему нету это сегодня одна из основ понимания лидерства один из отцов основателей этой дисциплины на сегодняшний день который был был военным по по образованию в начале своей карьеры до того как он стал изучать это научно и он в своей книге описывает что он был назначен командовать большим военным соединением во время второй мировой войны и поехал он инспектировать какую-то часть которую не выполнил свою задачу оставила рубеж который должны были защищать и так далее он поехал инспектировать выяснять в чем здесь дело и он приезжает в эту часть видит сидят солдаты грязные зачуханные голодные оборванные а где где командир командира с ними нет где ваш командир кто-то ему показал туда пройдите дальше он проходит туда и видит сидят там офицеры командир и еще несколько офицеров одетые в чистые мандиры с начищенными сапогами едят офицерские из офицерской столовой едят хороший вкусный обед то есть они отдельно а их солдаты там в грязи полуголодные и так далее он сказал мне больше инспектировать он пишет больше не нужно было мне понятно что подобного рода командиры не могут повезти за собой солдат солдаты за ними не пойдут они могут кричать вперед за мной еще что-то все любые лозунги ничего не поможет это то что мы здесь видим у муше в тот момент когда люди находятся на передовой в тот момент когда они в бою в тяжелейших условиях в тот момент муше не позволяет себе никакого комфорта сесть на камень на камень на камень тоже может дальше сказано посадили его на камень, и Муше и Хур поддерживали его руки, каждый со своей стороны, не Муше, а Арон и Хур, простите, Арон и Хур поддерживали его руки каждой со своей стороны, и тогда в Аюяда в Имуна, буквальный перевод, и были его руки верны, вера, были его руки вера, как можно понять такое предложение. Бедные переводчики, чего они здесь только не на написали, смотрим, как Раша объясняет. И Муше простёр, что имеется здесь в виду, и Муше простёр руки к небесам в верной и искренней молитве, то есть он продолжал молиться, молитва его здесь была, и то, что написано, и его руки были вера, имеется в виду, это речь идёт о молитве, вот эта вот верная и искренняя молитва, она и продолжала здесь, и она-то и спасла еврейский народ в войне. Руки не превратились в веру, и речь идёт здесь именно о молитве, но всё-таки, почему здесь упомянуто такое слово, что значит, и были его руки верой. Для этого нужно обратиться к самому началу, к источникам, а что такое вера вообще? Когда мы говорим «вера», откуда произошло это слово, что оно означает? Человек говорит, что он верит во что-то. Некоторые считают наиболее распространённой среди людей понимание, что вера – это чувство, интуиция, что-то, относящееся к сфере иррационального. Чувство такое, когда человек, вроде как, знает, что это не так, но верит, что это так. Например, есть такие люди, которые верят, что первого числа месяца они получат зарплату. На что эта вера опирается? Иногда на некоторые иррациональные факты, иногда вера чисто иррациональная. Другие говорят, что вера – это некоторое убеждение человека. Можно его аргументировать, нельзя его аргументировать, но если объяснение слова «вера», «имуна» – это нечто такое, кредо, убеждение, чувство, интуиция, то каким образом руки, мужи превратились в чувство или в убеждение, или в интуицию, или что-нибудь другое? Что за химическое превращение рук в убеждение и в верование? Маараль в одной из своих книг объясняет, что значение слова «имуна» совершенно другое. А самое близкое однокренное к нему слово – это неэман. Что значит неэман? Неэман – это верный. Кто такой верный человек? Это тот, на которого вы можете положиться. Это человек, который, если он сказал, что он будет у вас 8, это значит, что он будет у вас 8. Если он одалживает у вас 200 шекелей и говорит, что через неделю он вернёт, это значит, что через неделю он вернёт, вы на него можете положиться. Иш неэман – человек, который верен. Верен своему слову, верен своим обещаниям. Точно так же может быть человек, который верен своим принципам. В отличие от другого человека, у которого тоже много всяких хороших принципов, но принципы у него хороши, когда всё нормально. Как только случается что-нибудь более сложное, то он уже не поступает в соответствии со своими собственными принципами. Верность своими принципами – это тоже означает, что человек такой верный, вы можете на него положиться. Так вот, вера, эмуна, слово эмуна – вера, оно и означает следующее, что человек верен своим убеждением. Он живёт в соответствии с тем, что он знает. Т.е. вполне может быть, что человек знает что-то одно или даже много чего знает, но в его конкретной жизни это не проявляется. Т.е. он, можно сказать, не верит в то, что он знает. Самый простой пример и самый жестокий пример. Т.е. каждый человек знает, что в один прекрасный день он умрёт. Т.е. все это знают. Т.е. люди в это верят, а не верят. Т.е. потому что если бы они в это верили, то жили бы они совсем-совсем другим образом. Т.е. каждый из нас можете представить, как живёт человек, который знает, что ему жить осталось три месяца. Т.е. если вдруг врачи ему сообщают, что вы извините, но вот так вот и так, то вы больны, вещь идёт о месяцах. Т.е. в жизни человека происходит переворот. Т.е. теперь он не только знает, теперь он действительно верит. Т.е. если он не поверит врачам, подумает, что а, врачи, то он будет продолжать жить таким же бесшабашным образом, как он жил до сих пор. Т.е. если он им поверил, в жизни его произойдёт переворот. Т.е. стало быть, вера – это верность человека своим знаниям. Т.е. человек, который верит в Бога, это означает не просто человек, который знает, что Бог сотворил этот мир, это значит, что человек живёт в соответствии с этим своим знанием, что Бог сотворил мир и управляет им. Т.е. в отличие от другого человека, который интеллектуально, может быть, знает, если его спросить, мир он как, сам по себе возник или его создали? Конечно, создали. Т.е. пожалуйста, ещё вопрос. Т.е. Бог управляет этим миром или мир как-то так? Конечно, управляет. Т.е. А в жизни его это проявляется? Не совсем, чтобы… или совсем, чтобы не. Вера – знание человека одно, и жизнь его совсем другое. Стало быть, именно это самое объяснение слова «вера», оно и написано здесь прямо в этом тексте. Что произошло? Мужик хотел, чтобы его руки были подняты кверху, но руки его отяжелели и стали опускаться. Т.е. положение его рук не соответствовало тому, что он хотел. Руки были здесь неверными. И только после того, как Арон и Хур их поддержали, и руки теперь всё время были подняты кверху. Вот только теперь «вэаю», «яда», «вэмуна», только теперь руки его были верой. Т.е. Их положение, их состояние рук точно соответствовало тому, что Мужик хотел. Он знал, что ему необходимо, чтобы руки были подняты кверху. И если раньше руки ему изменяли, т.е. они опускались против его желания, они опускались вниз, потому что тяжело их держать поднятыми кверху, очень тяжело, то теперь, после того, как их подпирали снизу, то теперь его руки были абсолютно верными. Они нисколько не изменяли, и была полная верность тому, что Мужик хотел, тому, что он знал, что необходимо, и тому, что он хотел. Вот что означает и были его руки вера. Ну и как заканчивается это сражение? «И ослабил Йошуа», ослабил. Т.е. если войны в ту эпоху обычно были войнами на уничтожение, никаких соглашений гаагских или других тогда ещё не было, и войны были очень жестокие. Тех, кто проигрывал, обычно уничтожали. Здесь этого не произошло. «И ослабил Йошуа», т.е. поубивал сильных, наиболее сильных воинов Амалека, оставив живых только слабых, но не перебил всех». Ну и почему это было сделано? Очевидно, таково было веление свыше. «И после того, как победа была одержана, Всевышний говорит, и Бог сказал Муше, запиши это на память в книгу, и внуши Йошуа, что я бесследно сотру память об Амалеке из-под небес». Интересно. Не сказано, что Всевышний говорит «ты запомни, что я сотру Амалека из-под небес». Нет. Я сотру память об Амалеке из-под небес. Почему именно память? Почему не его самого? Почему здесь ударение «я сотру память об Амалеке»? Память об Амалеке для морального будущего человечества погубен не сам Амалек, а память об Амалеке. То есть, даже если Амалек будет уничтожен, то ничего не будет ещё достигнуто, потому что, как там говорили, что Амалек умер, но дело его живёт. Память о нём будет жить, и эта память будет продолжать портить. Что означает память? Это прославление памяти об Амалеке. Пока все аналы человечества полны прославлениями героев меча. Кто такой Амалеке? Тот, кто напал на еврейский народ без всякой провокации, без всякой причины натул. Тот, кто получил эту самую браху от своего деда Исава – «мечом своим ты будешь жить». Тот, у которого вся его жизнь, он живёт на мече, не просто мечом, он на мече. Аль-Харбихат, написано Бехарбихатихи, Аль-Харбихатихи, на мече своём будешь жить. Люди остальные живут на земле, из которой живут в определённых странах, а этот он на мече живёт, он в танке живёт. Это тот, кто понимает и прославляет, прежде всего, культ силы. Сила – это то, что решает всё, меч – это тот, кто управляет этим миром. Так вот, пока таких людей будут прославлять, пока все анналы человечества полны прославлением героев меча, пока эти душители и убийцы счастья человечества не преданы забвению, каждое приходящее поколение будет смотреть с обожанием на этих великанов, на этих героев насилия и подавления, и память о них будет возбуждать людей желанию подобиться этим героям и достичь не меньшей славы таким же насилием. Посмотрите, взять наиболее известных, почитаемых людей человечества. Большинство из них – это военачальники, императоры, те, которые залили весь наш мир кровью на протяжении тысяч лет. Человечество обожает их, человечество поклоняется, человечество ставит им памятники. В особенности это происходит, когда какой-то народ вдруг получает независимость и начинает национальное самоопределение. – скажем, как народы, которые долго-долгое время были под властью Российской империи, которая все растоптала, все. Ну, теперь они… Советский покойный союз развалился, и вот теперь они обретают свое национальное бытие. Им срочно нужны их собственные герои. Герои российские им больше не годятся. Ну, и где же они их ищут? Где искать этих героев? Ну, и начинается поиск таких героев. В конечном итоге их уничтожат. Вот кто-то кого-то уничтожил, кто-то кого-то избил, кто-то кого-то побил. Те же самые герои, те, кто поднимают меч, те, кто подчиняют страны, континенты, народы. И только когда божественные законы и морали станут единственным критерием измерения величия или малости людей, только тогда царство Амалека прекратится в этом мире. Но пока память об Амалеке жива, т.е. пока люди прославляют завоевателей и воинов, то мало им что поможет. Эта конечная цель божественного управления во всей мировой истории выражена здесь, после первого поражения Амалека, и это то, что Всевышний говорит здесь. «Запиши это в память, запиши это на память в книгу, и внушуй Еушуа, что я бесследно сотру память об Амалеке из-под небес». Это то, что Всевышний обещает как конечную цель человеческой истории. «И сказал, вот рука на престоле Бога, что война у Бога против Амалека из поколения в поколение». «Что означает рука на престоле Бога?» Раши объясняет так. «И сказал, кто сказал?» «Муше». Что говорит Муше? «Вот рука на престоле Бога», то есть рука Всевышнего поднята в знак клятв. Это выражение «рука на престоле Бога» имеется в виду, как человек, который клянётся, он поднимает руку обычно, так это принято у всех народов мира, клятву с поднятием руки, точно так же и здесь. Рука, как бы рука Всевышнего поднята в знак клятвы, он клянётся. А чем он клянётся? Своим престолом, своим троном, что его война с Амалеком и вражда к нему, они вечны. Вот что означает этот посуд. Так объясняет его Раши. У Рамбана другое объяснение по Пшату. Вот рука на престоле Бога. Есть объясняющие, что война Всевышнего с Амалеком произойдёт лишь после того, как появится сильная рука на престоле Бога. И эта война будет продолжаться из рота в рот. Что значит сильная рука на престоле Бога? Как это понять? Подразумевается, что когда у Израиля будет царь, сидящий на троне Всевышнего, просто. Престол имеется в виду трон. Что такое трон? Атрибут царской власти. Атрибут царской власти, царская власть в Израиле, она свыше, она санкционирована Всевышним, стало быть. Когда будет рука, рука управляющая, т.е. когда будет конкретный царь, который будет управлять не просто так, он будет царём, он будет сидеть на троне, трон, который воздвигнут Всевышним, вот тогда и получится, что ему будет его первая задача, царю, воевать с Амалеком. И это намёк на царя Шауля, первого царя евреев. Так действительно, как только еврейский народ выбрал себе своего первого царя, тут же пророк Шмуэль возложил на него эту обязанность уничтожить, доделать то, что он не доделал Еушуа. Мы видели, Еушуа не уничтожил Амалека, он только ослабил его, а царь Шаул должен их добить. И сказано из рода в род, так как каждый царь в народе Израиля обязан воевать с ними, пока они не будут стёрты с лица земли. И это объяснение также опирается на метраж наших мудрецов. Что они говорят? В Талмуде сказано, вперёд коэнгадоль, сначала евреи должны поставить на собой царя. Есть порядок обязанностей. Прежде всего поставить царя. Так. Ведь поскольку речь идёт здесь про трон, трон указывает на царскую власть. Как сказано, и воссел Шломо царём на троне Бога вместо своего царя Давида. То есть, сначала назначить царя, и только потом уже разделываться с Амалеком. Также, согласно простому смыслу, это и есть верное объяснение. Дай Бог нам даже увидеть своими глазами реализацию всех этих обещаний и пророчеств, когда будет стёрта память об Амалекии, когда воцарится действительно царь Масях, помирав и аминь, аминь.